Очень рад вас видеть, спасибо большое. Наша тема сегодня это система исчисления. Хотя цифры, числа это как раз цифровая информация, тем не менее начались они с аналоговой системы исчисления, унарной. Но она в каком-то смысле цифровая, это как раз раз объект, два объекта, и вот вам цифровая информация. То есть, короче говоря, унарная система исчисления, она тривиальна. Сколько палочек показал, столько рыб и поймал. Сколько рыб показал? Чем хороша унарная система исчисления? У нее есть замечательное свойство. Она удобна для сложения. Сколько будет? Осуществляем действие не в столбик, а в линеечку. Складываем просто палочки вместе, вот сложили. Удобно? Удобно. Что неудобно в унарной системе исчисления? Первое, это запись длинных чисел. Ну и в это умножение. Умножение, да, не очень удобно. Давайте я заменю точечками. Но в принципе не очень-то сложно. 4 умножить на 3. Ну, пожалуйста. Вот вам, пересчитали, пожалуйста. Вот вам. То есть нельзя сказать, что совсем неудобно. Но вот работа с длинными числами, с большими числами, действительно неудобна. То есть если мое число, например, будет, да не такое уж большое число, прям скажем, да. Ну что так, 5, 10, 15, 16. Число-то небольшое. А скажите мне, вот это число равно вот этому числу? Какое из чисел больше? А кто больше собрал? Да, давайте почитаем. 4, 8, 12, 13. Да. А вот так вот. На самом-то деле тут 15. Надо чуть-чуть шире лежать. Короче, у нарной системы счисления очень неудобно, когда числа становятся большими. Очень забавно, что придумали египтяне в своих изысканиях. Они, знаете, как, во-первых, они их записывали не в линеечку, а компактнее будет записывать во что? В прямоугольничек. Во-вторых, они стали использовать дополнительные символы. Вот такой символ, знаете, что значит? Узел веревки. А, прошу прощения. Там, по-моему, после 10 палочек, 10 умножить на палочка, это будет пятка. Соответственно, 10, я не буду рисовать 10 пяток. 10 пяток это узел веревки. То есть узел веревки это 100. Соответственно, да. 10 узлов веревки это... Ой, я не помню, что там дальше. Но я помню, что у них есть цифра головастик. Так, а там реально лягушка такая нарисована. Я сейчас не буду, я не помню, что тысяча это точно головастик. Но может быть вполне. Это нужно подсматривать перед лекцией, такие вещи, конечно. Вот, но там прямо, да. И человек есть там очередной миллион, что ли, там. Фараон стоит вот в такой позе. Значит, и они их записывали вот так вот. То есть, например, вот раз, потом сколько-то этих подковок, сколько поместить, этих пяток, да. Потом еще несколько узлов веревок, вот вам число. А и можно расшевровать, что это у меня 260, сколько? 8. О, классно. Но действительно, в унарной системе счислений неудобно производить операции, в частности, умножение, деление. Но это понятно. Это модифицированная унарная система счисления с сокращением. Римская система счисления является точно такой же. Однако, древние вавилоняне придумали непозиционно-позиционную систему счисления, в которой были цифры, как бы, состоящие из многих символов. То есть, сама цифра, она в унарной системе счисления до 60, а вот сами цифры, они встают в позиции, соответственно, кратные 60. Между прочим, до сих пор мы пользуемся многими вещами оттуда. Сколько минут в часе? Сколько секунд в минуте? Да? Ну вот, они идут из 60-ти речной вавилонской системы счисления. Вот, значит, короче, с сунарными системами счисления дело понятно. Да, давайте еще одну вещь различим. Есть понятие цифра, а есть понятие число. Что такое цифра? Первое главное, вы должны понимать, цифра – это символ. Это символ, который играет свою роль в записи числа. То есть, символ для записи числа. Давайте запишем слово «кодирование». То есть, мы хотим оцифровать, по сути, численную информацию для кодирования числа. Но, как вы понимаете, если есть разные варианты кодирования картинок или текстов, то почему бы не быть разным способом кодирования чисел? А что такое число? Привязано ли число к своей системе кодирования? Вот если я, например, возьму и напишу вот так вот. Вот такие цифры. А так в какой системе счисления написал? А? А что значит это число? А? Ну, ц – это цент, 100, 111. Да? Давайте в древней… Я не знаю, как правильно там в древнегреческой это пишется, но в кириллической древней системе счисления я знаю. Вот так вот это записывается. 101 над цать. Это 100, это 1, а это дцать. Десятичная и. Да, это одно и то же число закодировано. Соответственно, а в нашей будет… Ну, нашей. Арабской так называемой, она же индийская. Мы называем арабской, а арабцы называют… Арабы называют индийской. Индийская система счисления. А? А? Инфусы как называют? А они придумали цифру 0. Вот это они молодцы. В Вавилоне они ставили просто галочку, какой-то разделитель между цифрами. Тут должна быть цифра. Вот. А индусы, они придумали цифру, обозначающую 0. Потому что в греческих текстах там, ну вот, например, ты должен 0 рублей. Да? Это математический абстракт. Ничего мне не должен. Ну, какой цифра там? Текст надо писать. Ничего. Понимаете? А 0, цифра 0, это очень классная штука. Ладно. Теперь давайте с вами перейдем к системам счисления позиционным. Давайте их обсудим. Потому что оказывается, что вот этими традиционными арабскими индийскими цифрами… Ну, арабскими их называем. Потому что арабы, по-моему, придали им более современный нам вид записи. Значит, так вот, оказывается, существует много способов кодирования чисел цифрами. Так вот, если я вам, неважно, как я покажу, в унарной, в римской или еще как-то, я скажу, на вас наступает солдат. Вот такое число солдат. То вот это всего лишь еще раз способы записи одного и того же числа. Число существует независимо от способа его записи. Давайте обозначим условно х. То есть я буду вот так вот пользоваться и говорить, это х в какой-то системе счисления. И мы с вами сейчас хорошо владеем только одной системой счисления. Спасибо начальной школе. Понятно? Десятичная система счисления. Однако, давайте возьмем и посмотрим на какое-нибудь число в десятичной системе счисления. 1, 2, 3, 4, 5. В десятичной системе счисления. А давайте 1, 2, 3, покороче. 1, 2, 3, 4. И рассмотрим это число. Как нам удобнее его будет рассмотреть? Ну, надо взять это число. Вот у меня обычно бывает какой-нибудь тяжелый предмет, а вот сегодня у меня вот мало тяжелых предметов с собой. А, о, есть подходящий какой-нибудь предмет. Он очень нужен. Сейчас объясню. Берем число и осуществляем по нему сверху вот такой бдыщ. Да, вот так вот раз, и вот как бы и мысленно ударили. Мы знаем, что у нас работает столбик. Почему бы числу не рассыпаться в столбик вот так вот на, соответственно, ну кусочки свои. То есть, тысяча двести тридцать четыре. И мы можем, соответственно, осознать, что это значит. Представьте себе инопланетянина, который не понимает. Он говорит, ну или маленького ребенка, дошкольника. Он прочитает 1, 2, 3, 4. Как вам ему объяснить? Вы ему скажете так. Смотри, вот число 4, цифра 4, она стоит на земле. Она действительно значит... На пальчиках показывайте. В начальной школе используются счетные палочки. У меня тут есть аналог счетных палочек, он называется мел. Вот это вот то, что ты понимаешь. Выучили. А, первое, что делают, это учат цифры. Ну вот мы вот считаем, что мы знаем значение, численное значение цифры знаем. А вот это, что цифра знает, вот эта троечка, она что значит? Она в... Во сколько? Сейчас, чуть-чуть подождите, я вам сейчас покажу во сколько. Потому что мы же не можем опираться на то, как это записывается. Мне нужно реально, чтобы вы почувствовали. Она вот во столько раз мощнее, чем та же тройка, если бы она стояла на младшей позиции, на земле. Понятно? Вот, вот, почувствуйте, да? То есть, что такое десятка? Это не то, что записывается цифрами 1, 0. Десятка это вот, вот она. Вот она, десятка. Понимаете? Вот, 6, 8, 10. Понятно? Как записывается десятка? Как может... Ну, давайте я тут сейчас сотру и покажу способы записи десятки. Буква Х, буковка И, десятичная, да, в кириллической, она же церковно-славянской системе числений. А нашу я вообще не буду писать. Я лучше вместо нее напишу какую-нибудь буковку А. Вот так вот, равно А. Ну, еще в какой-нибудь системе числений, да? Вот разные способы есть сказать, что это 10. Или вот 10 палочек. А 10 палочек чем хорошо, вы реально можете ощутить. Так вот, когда я записываю тройку тут, то на самом деле это не тройка, а это 3... Был бы в Вавилон, я бы сказал, 3 шестидесятка. Шестидесятка, да? А тут получается 3 десятка яиц. Это 2 десятка десятков. Понятно? То есть логика именно в том, что эта цифра, она круче самой себя, стоящей на младшей позиции, в столько-жды-столько-жды раз. То есть за позиционной системой числений стоит представление о степенях. Понимаете? О показателях степени. То есть это очень важно понимать, что это значит. Еще раз, значит, что каждый, кто двигается левее, она в позиции круче, круче, круче. А теперь давайте сделаем вот что. Ну, расшифруем это дело. То есть цифра равна самой себе умножить на 10 в соответствующей степени. Что это за степень? Это не номер позиции. Это количество нулей после нее. После единицы три цифры. После двойки две цифры. 2, соответственно, 10 в квадрате. 3, после нее одна цифра. 3 умножить на 10 в первой. Ну и тут нам математика как раз очень хорошо помогает абстрагироваться. 4 умножить на 10 в нулевой. Нулевая степень, она все числа, кроме нуля, приводит к единичке. Да? Хорошо? А теперь смотрите. Очень простой волшебный фокус. Берем, убираем отсюда десятку и пишем сюда пятерку. Я хочу переместиться в другой способ кодирования. Я говорю, давайте в качестве основания системы счисления, это термин, основания системы счисления, я выберу другое число, пятерку, например. Что у меня получится? Тогда я оставляю количество цифр после, оно от этого не меняется. Получается 1 умножить на 5 в кубе, 2 умножить на 5 в квадрате, 3 умножить на 5 в первой, 4 умножить на 5 в нулевой. Ну или короче говоря, 4 единицы, 3 пятерки, 2 двадцать пятки, простите за некорректный русский язык, но если было бы сотни, я бы сказал сотня. Мне удобно сказать 2 двадцать пятки и 1 сто двадцать пятка. Поняли эту логику, да? Ну вы, наверное, знаете, да, в принципе? Ну давайте ускоримся тогда, раз вы, наверное, знаете системы счисления. Мы, а, ну можно посчитать, чему это число равно. А? Сто девяносто четыре. То есть сто девяносто четыре у нас получалось в десятичной, в привычной нам. На самом деле она ничуть не выделена, она ничем хорошим не отличается от пятеричной. Ну, кстати, важное замечание. Можно ли вот такое число сказать, чему равно в пятеричной системе счисления? Почему? Есть семерку. Есть семерку. Хорошо, я уберу семерку. 5, 1, 0 в пятеричной системе счисления. Пятерка. Да, действительно, недопустимы цифры, которые равны или превышают основание системы счисления. Почему? Оказывается, для пятеричной системы счисления цифры, соответственно, от нуля до четырех. Ну что, давайте теперь попробуем среди позиционных систем счисления переместиться к самой простой. А как можно меньше цифры, еще меньше цифры, еще? Но если одна цифра, то что единственное у нас остается? Это унарная система счисления. С одной цифрой далеко не уедешь. Поэтому мы с вами возьмем две цифры, двоичная система счисления, и она будет у нас первой из позиционных систем. Итак, я начну ее как раз не вот так сейчас интерпретировать, а мы по-другому. Давайте попробуем записать таблицу умножения. Вы, наверное, знаете, что в школе таблицу умножения, в начальной школе изучают около года. А может и больше даже там. Ну год, ее печатают на тетрадках сзади, чтобы люди знали и могли свериться, там сколько будет 7 и 8. А, все знают. В пистехе при поступлении знают, да. Ну, а сейчас мы выучим таблицу двоичной системы. 0 умножить на 0, 0, 0 умножить на 1, 0, 1 умножить на 0, 0 и 1 умножить на 1, 1. Все, мы знаем таблицу умножения. Таблица сложения в двоичной системе исчисления. 0 плюс 0 это 0, 0 плюс 1 это 1, 1 плюс 0 это у нас 1, 1 плюс 1 это у нас? Кто сказал 10? Поднимите руку. Кого применить тяжелый предмет? 10 это вот, 10 это, давайте вот так вот, вот, вот это 10, вот это 10, а вот это, это 2. Внимательно смотрите, это 2, запомните дети. Произносите это так, это 2, понятно? Так надо называть это число. Давайте я тогда дальше начну писать. Вот давайте с вами познакомимся с числами. Это 0, это 1, это 2, не удивляйтесь, это 3, это 4. А в чем, кстати, логика перехода? Почему я так делаю? Смотрите, я когда-то ездил на велосипеде, когда еще не были распространены электронные измерители, сколько это проехало, и вот реально там крутилось колесико, и была такая штучка, которая перещелкивается, вот реальные цифры на колесиках. Я не знаю, о арифмометрах, но вы вряд ли на арифмометрах когда-нибудь работали. Так, а механический калькулятор за ручку крутишь. В музее истории МФТИ должен такой стоять, называется Феликс. Советского производства. Первые физтехи на нем еще ее свои дипломные считали. Компьютеров вначале не было. Идея какая? У меня есть вот эти позиции. И представьте себе, что у меня... Ну, давайте сейчас тут... У меня же не может на этих колесиках ничего не быть написано. Да, вот я возьму, заведу 4 колесика вот таких. Да? Я не могу же там пустоту оставить на колесике. Я возьму и допишу туда на эти колесики, где еще никакой цифры быть не должно. Я туда впишу 0. Почему я имею право так сделать? Почему я имею право дописать вот эти нули? Что это за нули такие? Мы же так обычно не пишем на бумаге числа. Правда? Это называется незначащие нули. Ну, вот, кстати, забавно. У нуля это единственное число, у которого все нули, по идее, должны бы являться незначащими. Но при этом все-таки нам надо как-то записать ноль. Поэтому мы его записываем. Но у других проще. Вот у единички 3 не знаю. Вот так, если я записываю. Я использую сейчас так называемые двоичные разряды. То есть вот эти ячейки соответствуют двоичным разрядам. Менькие ячейки, да? На самом деле двоичный разряд это и есть бит. То есть если коротко сказать, ну можно сказать бит это единица измерения информации, которая соответствует информационной емкости двоичного разряда. Кто запомнил? Хороший фотографический слух, наверное, да? Еще раз. Бит на самом деле это не равно двоичному разряду. Но я вот так вот примерно напишу. Бит это примерно то же самое, что двоичный разряд. Конечно же разница есть, потому что двоичный разряд это место подстановки нуля или единички, а бит это единица измерения информации. Она может быть не про двоичные числа, она может про игру в донетке. Сколько бит ты передал своему товарищу, чтобы он угадал в донетке ситуацию? Понятно, да? Там никаких ноликов и единичек не было, только устная игра. Но ты отвечал только да и нет. Вот. Эта штука, еще раз говорю, называется незначащие нули. Ладно. В общем, видно, что примерно происходит с числом, да? Но давайте конкретизируем. У меня на самом деле происходит как бы прокручивание колесика. Или скажем так, я каждый раз добавляю единичку в младший разряд. Правый разряд называется младшим разрядом. Ну, а это старший разряд. Но если я вот дописываю незначащие нули, а по идее я могу их дописать сколько угодно, потому что нули все равно, они не будут вырастать, сколько их туда не допишу. Они, домножаясь на любую степень, там, двойки, десятки, чего угодно, они все равно ничего значить не будут. Поэтому их можно дописать по мере необходимости. Так. Возвращаемся к двоичной системе числения и способу прибавления единички. Оказывается, при попытке добавить сюда единичку происходит переполнение младшего разряда. То есть как если бы у меня тут стояла девятка, я прибавляю единичку, у меня это колесико зануляется, то есть оно проворачивается наново на ноль, а точечка отправляется в следующий разряд. А поскольку там никого не было, там был ноль, то она прокрутила ноль на единичку. Короче, точечка стала единичкой. Добавляю единичку сюда, она просто встает в этот разряд. Добавляю единичку в младший разряд, и у меня происходит что? Отправка сигнала в следующий разряд. Но там уже тоже стоит единичка, которая хочет теперь вырасти на единичку. Прокручивается на ноль, и точечка отправляется в следующий разряд, становится единичкой. Логика понятна? Если бы у меня было чуть больше времени, я бы нарисовал это на Т-триггерах, как это происходит в двоичном счетчике внутри компьютера. Я не буду этого делать, просто продолжаем считать. Значит, у нас получилось. Единственное, что мне сейчас, я тут написал вот это вот, а мне сейчас будет вот это вот мешать. Я лучше отдельно сделаю еще раз вот табличку, и прям буду вот так вот писать. У меня будет в начале, сейчас какую лучше в начале пустить? А давайте, правда, в начале пустим двоичную. Ноль, 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 ноль. Ноль, 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 один. И я буду сразу с незначащими нулями делать. Так, это я сотру сейчас. Значит, поехали. Ноль, ноль, один, ноль. А здесь я буду в десятичной, чтобы мне было... А давайте так. А что я мучаюсь в десятичной? Давайте что-нибудь поменьше. Четверичную возьмем в систему счисления. Это будет двоичная. Двоичная система счисления. И это будет четверичная. А давайте так. Я сейчас, чтобы не писать вот это вот четверичное, я вот так вот буду, 4 на я устроит четверичная система счисления. Следующая какая? Восьмеричная система счисления. А следующую систему счисления... Ну, давайте так сделаем. Я напишу в начале десятичную, но мы потом зачеркнем. Пока напишем десятичное. Поехали. Так. Ну, я тут не помещусь, я потом повторю еще сюда. Поехали быстренько считать. 0, 1, 1, 2, 3. Цифра 3 еще есть в четверичной системе счисления. Дальше происходит что? В двоичной системе счисления 0, 1, 0, 0. У меня два раза произошло переполнение. Едничка перешла сюда. В четверичной системе счисления я достиг ее девятки, в кавычках, максимальной цифры. Что у меня происходит? Я перехожу к 1, 0. То есть у меня единичка отправилась в следующий разряд. Да? Ну, в восьмеричной там пока цифры еще не кончились. То есть там 0, 1, 2, 3, пожалуйста, 4. Поехали дальше. 0, 1, 0, 1. Это 1, 1 в четверичной. В восьмеричной, пожалуйста, это 5. Дальше. 0, 1. Здесь переполнение перевело единичку сюда. А здесь нолик остался. Это 1, 2 в четверичной системе счисления. Восьмеричной, соответственно, 6. Ну и 0, 1, 1, 1. Максимальное число, которое еще поместилось бы в 3 бита. В 3 бита еще влезет число 7. В троичной системе счисления. В четверичной, прошу прощения, оно запишется как 1, 3. Пока мы не ушли слишком далеко, давайте с вами заметим, что двоичная и четверичная являются родственниками друг к другу. И хотя четверичную систему счисления вы редко встретите, почти не встретите в информационных технологиях, следующий родственник встречается существенно чаще. А еще одного я пока не показал. Посмотрите, чем они родственны? У них одновременно происходит переполнение. Ну, надо понимать, что вот, когда вот здесь переполняются два разряда, именно в этот момент здесь переполняется один разряд. И вот мы вот сюда пришли, и опять, у меня сейчас будет переполняться вот эти вот два разряда, и тут как раз одновременно переполняется один разряд. Или, короче говоря, и самое интересное, что это будет естественно двигаться дальше. То есть как бы далеко я не ушел по числам, буду считать, у меня будет происходить одновременная смена цифры вот здесь со сменой двух цифр там. Можно даже сказать так, что цифры двоичной системы счисления можно разбить на такие диады. И каждые две цифры, каждая диада, числа, записанная в двоичной системе счисления, соответствует чему? Соответствует в одной цифре в четверичной системе счисления. Смотрите, вот это первые четыре числа, ну вот я вот единственное, что могу закрыть глаза на вот эти незначащие нули временно. И говорю, 0, 0 это 0, 0, 1 это 1, 1, 0 это 2, 1, 1 это 3. Но это вы уже должны были запомнить. Соответственно, читаем 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Вы видите, да? Видите? То есть они настолько близки друг к другу, эти системы счисления, что между ними существует очень простой переход. То есть когда нам надо было с пятеричной, то мы сейчас вот пользовались ударным методом. Брут форс, метод грубой силы. Ресурс оемки в смысле вычислительных операций. Но это еще можно называть развернутая форма записи числа. Я сейчас могу ее общий вид записать для желающих. Но интересно, что между двоичной и четверичной есть бэкдор. А восьмеричная, не зря она тут находится. Мы легко можем продолжить это дело и увидеть, что в восьмеричной системе... Я верну обратно незначащие нули. Продолжим счет. Десятичная тут совпадает, даже писать не хочется. Двоичная, четверичная, восьмеричная и десятичная. Поехали. В двоичной. Один, ноль, ноль, ноль. Да? Четверичная, соответственно, два... Ну, а давайте и четверичную... Четверичную я тоже пропущу, чтобы экономить время. Сразу только восьмеричную, потому что там все будет понятно. Восьмеричная, десятичная. Значит, в восьмеричной это число. Это у нас что? У семерки произошло переполнение разряда. Цифра 8 нет в восьмеричной системе числения. От нуля до восьми как раз было 8 цифр. Значит, у нас семерка является как бы девяткой, и происходит у нас обнуление младшего, единичка пошла в следующий разряд. Да? Ну, в десятичной-то я знаю, что это на самом деле 8. Да? Поехали. Один, ноль, ноль, один. Это один, один. Но на самом деле это девять. Кто там дальше? Один, ноль, один, ноль. Один, два. Здесь пока нет переполнения, можно эту цифру увеличивать. Это на самом деле десять. Один, ноль, один, один. Один, ноль, один, один. Это один, три. Это одиннадцать. Это одиннадцать. Дальше. Один, один, ноль, ноль. Двойное переполнение. Пришла единичка вот сюда. Это один, четыре. Это на самом деле двенадцать. Один, ноль, один. Один, один, ноль, один. Прошу прощения. Это пятнадцать. Тоже шучу. Не пятнадцать, а один, пять. В восьмеричной системе числения. Соответственно, это на самом деле тринадцать. И один, 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 ноль. И один, 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 один. Это соответственно один шесть и один семь в восьмеричной системе числения. А здесь это... Ой, зря я так плотно написал. Один шесть. Один семь. Это четырнадцать. А это пятнадцать. А, я понял. Я просто визуально завышаю. Видно? Да? Все согласно? Ну, кстати, еще один интересный эффект. Можно вот так заметить, что если я отсеку вот это вот, отсеку старшую цифру из четырех, то у меня в принципе добавление всех вот этих вот чисел совпадает. Здесь ноль, а там один. Ну, понятно. Само правило, самопоследовательность накопления цифр числа, она будет такая же, да, как от тысячи до 1999, так от двух тысяч до 2999. Там три последние цифры работают одинаково. Вот и тут так. Теперь смотрите. У восьмеричной системы счисления, если вот здесь сотру этот ноль временно, и буду воспринимать вот эту часть как таблицу быстрого перехода между триадами двоичной системы счисления, то есть тремя цифрами, и одной цифры восьмеричной. То есть я при помощи одной цифры восьмеричной могу закодировать три цифры двоичные. Это 4, это 5, 6, 7. Четыре новые двоичные последовательности выучиваем для вот этих 4, 5, 6, 7. Понятно? Так. Так вот, смотрите. 1, 0, 1, соответственно, 1. Я здесь показываю, а читаю то, что там фактически. 1, 2, 1, 3. То есть если мы держим в уме значение двоичных чисел, то это просто читается. Переход между двоичной и восьмеричной системами исчисления происходит вот просто по кальке. Выучили вот эту табличку, а учитывая, что это фактически совпадает с десятичной, то есть тут вот один в один, будет все точно так же, как восьмеричной, потому что и там, и там еще не было переполнения. А кто еще следующий родственник? А, ну, и, кстати, еще интересный момент, который отсюда может автоматически следовать. Если у нас какое-нибудь число написано в восьмеричной системе исчисления, ну, например, 7, 3, 6, 5, 2. В восьмеричной системе исчисления. Как я буду переводить в четверичную систему исчисления? Ну, у меня есть способ перевести его в десятичную систему исчисления. Давайте, кстати, я первый раз напишу развернутую форму записи числа. То есть я здесь явным образом сейчас укажу количество цифр после, ну, или, скажем так, индекс разряда. Ни в коем случае не путайте с номером, а потому что после двойки ноль нулей. Ну, или как бы у нее нулевая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. Понятно? То есть не первая. И могу по-чистому, по-честному расписать. Что это такое? Это 7 умножить на 8 в четвертой плюс 3 умноженное на 8 в кубе плюс 6 умноженное на 8 в квадрате плюс 5 умноженное на 8 плюс 2. Я не буду дописывать умноженное на 8 в нулевой. Ну, успехов, да? Успехов там в работе в столбик или даже на калькуляторе количество вычислительных действий будет немало. А меня интересует на самом-то деле не десятичная система числения. То есть после вот этого вот мне еще надо будет исхитриться и как-то перевести в четверичную. Существует метод, я покажу сейчас, одну секундочку, покажу через некоторое время. Но, но, я, конечно же, могу идти по такой траектории. Я могу число из восьмеричной перевести в десятичную, а потом в четверичную систему счисления. Но оказывается, между ними есть ближний родственник. Зачем я их введу через десятичную, если можно перевести через двоичную? Давайте это сделаем. Семерка раскрывается в 1, 1, 1. Тройка раскрывается в 0, 1, 1. Будьте очень аккуратны, тетрада должна включать незначащие нули. У меня восьмеричная система счисления соответствует трем двоичным цифрам. Значит, мне тройку нужно раскрывать как 0, 1, 1, а не как просто 1, 1. Шестерка раскрывается в 1, 1, 0. Пятерка – это 1, 0, 1. Двойка – это 0, 1, 0. Видно все, да? Меняем мел и говорим, так, я знаю теперь, как это число записывается в двоичной системе счисления. Понимаете, я его по кальке перевел, без единой арифметической операции, просто зная на память вот этот кусочек таблицы. Понимаете? А теперь я беру и разбиваю его на диады. Причем я сделаю это не слева направо, а справа налево. В этом есть корыстный умысел. Если я буду разбивать его слева направо, а у меня цифр тут будет нечетное количество, то у меня возникнет вопрос, а что мне, собственно, делать-то? Я не могу разбить его на диады. У меня есть два пути. Либо дописать нолик слева, либо дописать нолик справа. Представьте себе, что вам выдают зарплату. И вам говорят, дописать нолик слева или нолик справа. Куда вы допишите? Справа. Потому что от этого поменяется фактическое значение числа. Дописывание ноля справа увеличивает число, но в двоичной системе счисления легко заметить. Дописывание ноля во сколько раз увеличило число? В два раза. Как в десятичной, в десять раз дописывание ноля справа увеличивает в два раза. Давайте проверим на каком-нибудь другом числе. Например, 1, 1, 0. Это число 6. Допишем к нему еще один ноль. Что получилось? 12. Действительно 6 умножить на 2, 12. Вы можете проверить, это везде работает. Кстати, признаки делимости. Если в конце ноль, то делится на 10. А в двоичной системе счисления? В конце ноль делится на 2. Естественно, что каждая четная заканчивается нулем, нечетной единичкой. А если два нуля в конце, значит делится на 4. Давайте проверим. Вот это число делится на 4. 12 делится на 4. 3 нуля на 8 и так далее. Кстати, естественно, и остаток тоже может иметь существенное значение. Сейчас про него будет еще отдельная речь. Короче. Если я хочу переразбить это число на диады, и чтобы число не поменяло своего значения, то мне лучше дописать незначащий ноль слева, чем дописать значащий ноль справа. Понятно? Именно поэтому, переразбивая его в другую систему, подготавливая к переводу в другую систему счисления, начинаю справа налево и добавляю по необходимости нужное количество цифр оттуда. Короче, что у меня получается? Переводим сразу, опять же, по кальке записываем. 0,1 это 1, 1, 1 это 3, 0,1, 1, 3, 2, 2, 2, 2 в четверичной системе счисления. Число, естественно, чем система счисления меньше, тем его запись длиннее. Ну и давайте последнего родственника напишем. Мы сделаем это очень просто. Мы возьмем с вами 16-ти ричную систему счисления. 16-ти ричную, прям вот поверх десятичной. Смотрите. В 16-ти ричной системе счисления не должно произойти переполнение после девятки, потому что там 16 цифр. Но арабы придумали только 10 цифр от 0 до 9. И нам нужно какой-то один символ, который запишет число 10. Мы могли бы взять его из церковно-славянского алфавита, но там только 10 есть, а для 11 отдельной цифры нет. Можем из цифр майя, у них до 20 как раз циферки. Там такие мордочки красивые нарисованы. Но проще использовать те символы, которые уже есть в американской стандартной кодировке, ВАСКИ, да? В ЮНИКОДе много чего есть, но лучше те, которые все знают. Греческие вы не очень хорошо знаете, зато латинские хорошо знаете. Вся Европа знает латинские. Вот давайте мы, соответственно, вместо 10 будем писать цифру А. Это на самом... Я не зря А написал. А это и есть 10. Б это цифра 11. 12. 12 это цифра С, цифра Д, цифра Е и цифра Ф. Значит, внимание, это не буквы сейчас. Вот в церковно-славянском, который он же древне-кириллический, древнеславянская система отчисления, в ней вас не смущает, но вы, правда, наверное, многие с ней первый раз в жизни увиделись. Даром, что наши предки. Так вот, тем не менее, вас же, в принципе, не должно смущать, что это буквы являются цифрами. Ну и вот здесь вот эти буквы в данном случае должны интерпретироваться как цифры, то есть как кусочек записи, кусочек кодирования числа. Ясно? А вот после Ф произойдет переполнение. То есть если я запишу следующее число, то у меня, соответственно, переполнилось 4 разряда двоичных. И как раз переполнилась вот эта цифра F, и я вынужден перейти в следующий разряд. То есть следующее число будет 1,0 в 16-ти ричной системе исчисления. Это число 16 так записывается в 16-ти ричной системе исчисления. 1,0 в данном случае это 16. В этом смысле в любой системе исчисления, если вы запишите, что у вас, ну понятно же, что это десятичная система исчисления. Нет. Это вполне может быть основание двоичное. А я скажу, это двойка. То есть пока мы сюда не допишем чего-нибудь. А, да, самая бессмысленная запись, вот если я скажу, хочу обосновать, что это число на самом деле с десятичной системы исчисления. 10 в десятичной системе исчисления. А это в какой системе исчисления записано? Не, ну в ЕГЭ так пишут. Там так и пишут. Ну там напишут какой-нибудь 123 в десятичной. Ну извините, а в какой системе исчисления? Если это в двоичной, то это 2. Если тут написано в троичной, то это число это 3. Понимаете? То есть это мало. То есть по-хорошему, если уж я хочу сказать, что это в десятичной системе исчисления, то мне нужно поставить ту цифру, которую по-другому не интерпретируешь. Цифра 10. О, вот это да. Понятно? Ну ладно, я по традиции классической, как в учебниках в информатике, основание системы исчисления всегда буду писать в десятичной. Да? Ладно. Возвращаемся к чему? К шестнадцатеричной системе исчисления. Так вот, оказывается, что если сейчас вот эту всю таблицу, теперь уже в 4 разряда, вот так вот, себе представить, то становится понятно, почему именно шестнадцатеричная система исчисления, в данном случае она совпадает и с восьмиричной, и с десятичной, для первых этих цифр, да, и десятичной, и шестнадцатеричной. Да, то есть можно воспринимать, что это вот начало шестнадцатеричной, это ее продолжение, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Это таблица быстрого перехода между ними. Давайте это же самое число теперь интерпретируем в шестнадцатеричной системе исчисления. Запишем его в ней. Итак, сюда. Я не буду стирать ничего, я только аккуратно, желтеньким цветом подчеркну. Справа налево я буду четверки цифр брать. Есть для них такое наименование тетрады двоичных цифр. Четверки. Две тетрады составляют как раз восемь двоичных разрядов, а двоичный разряд соответствует байту. О, биту, прошу, биту одному. Соответственно, восемь двоичных разрядов как раз соответствует одному байту. Восемь бит — это один байт. Значит, вот такие два, раз и два, как раз байт получится. Давайте еще так вот. Раз и два. О, у меня тут два байта как раз. То есть вот это число, которое я записал, ну, я его в десятичной даже не буду сейчас пытаться записывать, но это число у меня влезло в два байта. Классно? То есть двухбайтовой переменной мне, в принципе, достаточно. Двухбайтовых, опять же, счетчиков хватит для арифметических операций с этим числом. Ну, если, конечно, переполнения, опять же, не возникнет. Понятно? Ну, давайте его переведем теперь в шестнадцатеричную. Мне это хорошо, я наизусть таблицу знаю. Но я вам скажу, я не уникален. Я советую всем, кто сдает ЕГЭ по информатике, но вы-то уже если сдавали, то сдали, если нет, то не сдали. Я всем советую учить наизусть. Но все, скажу вам, хакеры, все программисты, которые занимаются низкоуровневым программированием, лезут в бинарники, дезассамблируют, они все знают наизусть шестнадцатеричные цифры, их двоичное представление. Почему? Ну, давайте я вам запишу вначале. Это семь, это семь, семь-семь, это, соответственно, у меня старший байт, а здесь у меня аа. Ну, какое красивое число я вам записал, оказывается. Семь-семь аа. Двухбайтовая. А почему, кстати, они знают наизусть? Когда такие программисты говорят, а давайте взглянем на байнари код, на двоичный код, они открывают в хекс-эдитере. Никто не будет любоваться ноликами-единичками. Потому что, чтобы полюбоваться всего лишь двумя байтами, вам придется вот так вот напрягать глаза и внимательно считать, сколько что-то. То есть что-то напоминающее, я унарную уже стер, но напоминает вот эти палочки в бесчисленном количестве, понимаете? То есть слишком много цифр. Но компьютеру удобно работать в двоичной системе числения. И мы приходим к компромиссу. На самом деле программисты будут работать либо в 16-ричной системе числения, либо в 8-ричной. Иногда как удобнее приходится. Но 16-ричная, как видите, она кратно удобно в байты уходит. А 8-ричные цифры, они в байты плохо влезают. То есть они вот, видите, тут первая раз, два и э, она как бы вылезает в следующий байт. Не бьется ровно по цифрам на байт. А тут две цифры как раз байт составляют. Понятно? И опять же, программисту, если вы напишите, программисту, я имею в виду, который системным занимается программированием, ему запишите какой-нибудь такой 3FD, а там пробел такой ставят между двумя цифрами, как раз чтобы по байту было. 3F, D, B, 7, C, F, H, H, 8, 9, D. У него не возникнет никаких проблем, он это воспринимает сразу как двоичный код. А, ой, H нет, шуточка. F, 0, там, 0, 8. Ну, например, то есть если он видит, например, байт, в котором 0, 0, то он понимает, что это 8 ноликов. F, F, это, соответственно, 8 единичек подряд. А, А, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Понятно? То есть нет проблемы воспринять 16-стричное как двоичное. По идее, не должно быть. Я надеюсь, и у вас тоже, по крайней мере, медленно вы сможете это дело воспроизвести. Логика вся понятна? Так, мы грохнем с вами, видимо, схему Горнера, потому что нам пора... Даже не знаю, но можно рассказать коротко. Давайте все-таки расскажу. Потому что вот есть другой способ, более интеллектуальный способ интерпретации, более интеллектуальный способ расшифровки числа. Давайте я немножко тут сотру. Схема Горнера вам в школе, наверное, известна для многочленов, там, делить один многочлен на другой. Но она применяется в системах счисления. По крайней мере, так называется еще один способ интерпретации числа. Вот давайте возьмем какое-нибудь число. Один, два, три, четыре в пятеричной системе счисления. Нам уже известно, чему это равно в десятичной. Да? Я задамся вопросом, а чему равно один в пятеричной системе счисления? Ну, очевидно, это равно один. А чему равно двина, ну, один, два точнее, в пятеричной системе счисления? Ну, очевидно, что один, два равно тому же, чему равно один, но с дописанным нулем плюс два. Ну, а последняя цифра, она как и есть в десятичной это пойдет. Правда? А это что такое? То есть это старое число с дописанным к нему нулем. А его значение-то я знаю. Дописанный ноль в пятеричной это домножить на пять. То есть это, по сути, равно значению один умноженное на пять плюс два. Я не буду вычислять окончательный результат, оставлю как есть. А что такое, следующее задаемся вопросом, а что такое один, два, три в пятеричной системе счисления? Это то же самое, что один, два с дописанным нулем плюс три. Правда? А что такое один, два с дописанным нулем? Ну, я знаю, что такое один, два. Это один умножить на пять плюс два с дописанным нулем, то есть домноженное на основании системы счисления. И плюс три. О! Теперь я знаю, что такое один, два, три в пятеричной. Что такое 1, 2, 3, 4 в пятеричной системе числений? Это 1, 2, 3 с дописанным нулем, плюс 4, или 1 умноженное на 5 плюс 2 в скобках умноженное на 5 плюс 3 в скобках умноженное на 5 плюс 4. Не совсем приятно записывать, но такая схема вычисления позволяет вычислять число, его численное значение по его цифрам, двигаясь слева направо с калькулятором в одну переменную фактически. То есть это очень удобно при программировании. Называется это схема Горднера. Для системы счисления. Вот. Чем она хороша и зачем я про нее рассказал? Дело в том, что обратный переход, когда мы хотим закодировать какое-то число в соответствующей системе счисления, то я хочу добыть его цифры. Вот допустим, я посчитал, что это 194. Я хочу узнать, а какая последняя цифра у 194 в пятеричной системе счисления? Или, короче говоря, я хочу число из десятичной перевести в пятеричную систему счисления. Понимаете? И вот оказывается, что я очень легко могу сказать, какая последняя цифра. Как? А дело в том, что у меня 194 можно взять и поделить на 5. И взять остаток. Смотрите. То есть вот это число, очевидно, будет натуральным. То есть у меня некое натуральное число, умноженное на 5 плюс 4. Видите? То есть оно это нацело на 5 поделится, а остаток совпадет с остатком при делении на 5. Правда? А частное при делении на 5, то есть последняя цифра числа 4, а частное чему будет равно? Очевидно, вот это и есть частное. То есть если я сейчас возьму и реально 194 разделю на 5, но это же не очень сложно. 44 минус 40, это у нас получается сколько? А? 38 и остаток 4. Так вот, вот этот 4 это у меня последняя цифра. Да? А вот 38 это, я еще вот такую, то есть я в обратную сторону сейчас иду. Я вот этого всего не знаю сейчас. Но я хочу, я знаю, что 38 это оставшиеся цифры, если зачеркнуть последнюю. Зачеркнуть последнюю цифру, это поделить на основании системы числения с отбрасыванием остатка. А остаток это и есть как раз последняя цифра. А вот это все остальные цифры, кроме последней. Поделим дальше на 5, узнаем последнюю цифру у этого частного. Да? То есть это по сути, вот это число сейчас делю на 5. То есть вот это будет остаток при делении на 5. 38 минус 35, я делю, ой, прошу прощения, я тут фигню написал. Делим на 5, а не на 3. Говорил правильно, писал неправильно. Делим на 5. 38 делим на 5, получается минус 35, частное 7, а остаток 3. И вот эта троечка является второй с конца цифрой, второй со стороны младших. Семерку делим на 5, 7 минус 5, остаток 2 и частное 1. Ну это, собственно, последняя, самая старшая цифра числа, 1, 2, 3, 4. Но если я буду параноиком, продолжу делить на 5. Что у меня получится? Ну, частное 0, остаток минус 0, остаток 1. А если я буду совсем, ну понятно, что я сделал, да? Я говорю, ну давайте по тому же алгоритму продолжу, чтобы тоже единичка упала в остаток. Пожалуйста. Но я могу быть еще больше параноикой, я могу продолжить 0 делить на 5. У меня остаток будет 0. Я имею полное право дописывать этот 0 в старшую цифру. Это кто такой? Это как раз незначащий 0. Я могу сколько угодно делить, у меня там дальше будут эти незначащие 0, как раз вылезать в старшие цифры записываемые при желании. Ладно. Все, я вам буду считать, что полностью рассказал систему счисления. Теперь рассказываю, как у нас в питоне с этим работать. Жалко, что, к сожалению, я не могу вам показать на проекторе сегодня. Хотелось бы. Дело в том, что в питоне с системами счисления очень хорошо и удобно. Есть возможность напрямую писать в двоичной, десятичной, восьмиричной и шестнадцатиричной системах счисления. Прям вот константы такие есть. Каким именно образом? Значит, питоновские числа. То есть я имею полное право прямо вот так вот раз написать. x равно 0b, а дальше пишите любое количество ноликов и единичек в двоичной системе счисления. Например, 1, 1, 1, 1. Не обязательно кратно байту, там, 8 по 8 штук. Как угодно. Там 0, 1, можно еще дописать, сколько угодно. Ясно? То есть вот эта приставка 0b сигнализирует, что это не переменная. Все имена переменных начинаются с буквы. А это явно число, цифра, да, начинается. 0b, а b говорит о том, что это в байнеры двоичной. Давайте следующее. Восьмиричная. Аккуратненько, внимательно смотрите. 0o. O похоже на 0, но я специально вот так пишу. При желании я могу писать незначащие нули. Что не допускается? Не допускается писать сюда цифры больше, либо равны 8. И 16-ричная система счисления 0x. 0x, f, a, 0, b. Соответственно, цифры до f можно использовать. Однако, питон поддерживает уже не вот такими литералами. Литерал — это прям константа, которая напрямую воспринимается языком. Но сам конструктор, создающий целые числа, умеет работать с основанием. Основание по-английски base. Соответственно, я могу взять и указать следующим образом. С произвольным основанием. Прошу прощения, до 36-ричной системы счисления питон еще работает. Каким именно образом? Я могу вот так вот сказать. t — это целое число, которое я хочу сделать из строки. Вот тут я как раз какое-нибудь такое число сделаю. z, 3, f. Самое главное, что там есть цифра z. Ну, максимальная латинская буква, которая еще соответствует цифре, это z. А, пожалуйста, вот число, в котором есть… Какая система счисления должна быть? 26 букв у нас, 26 букв дополнительно к 10 цифрам, 36 как раз речная система счисления. То есть мне нужно вот сюда дописать, что у меня основание 37 уже не сработает, он ограничение. Он посмотрит, что больше, чем 36 откажется. Понятно? Можно написать вот так вот, base равно. Вот так точно сработает. А вот так, как я написал, я что-то не уверен, но, по-моему, тоже сработает. Без base равно. Но это называется именованный параметр, такой вот именованный параметр у функции. Как вам напечатать число в какой-то… То есть если вы попробуете после этого принтануть этот ваш x, то он напечатает вам в десятичной. Хотя он хранит его, естественно, в двоечной системе счисления, но он же знает, что вы человек. Поэтому он по умолчанию печатать будет всегда в десятичной. То есть вы увидите здесь число, соответственно, какое? 15 и 4, 61. Это 61. Как я посчитал, кстати? Я вижу 4 единички, знаю, что это 15. 15 умножить на 4. 60 плюс 1. А почему умножить на 4? 2 нуля дописали. Значит, а как мне узнать двоичную запись любого числа? Ну, то есть вот я ввел какое-нибудь число. x равно 127. Вот хочу узнать, сколько, как это в двоичной системе счисления записывается. Для этого существует вот такая вот штука, bin от x. Это функция, которая возвращает строчку, уже строчку. То есть она будет соответствовать… Я не буду присваивание писать. Я вот так вот стрелочкой просто изображу. Оно соответствует строке, в которой будет соответствующее количество, в данном случае, единичек. 127 соответствует 2 в седьмой степени, то есть… Точнее, 128, 2 в седьмой степени, 127 без единички, один с семью нулями. То есть 7 единичек. Дальше. Окт, соответственно, дает нам восьмеричное представление числа. Ну, в данном случае оно будет очень простое. Это будет 177 строчка. Ну, если принтануть, то он без кавычки, естественно, выведет. То есть принт окт от x выдаст нам восьмеричное представление числа. Ну, и хекс, соответственно, от x. Вот как примитивно можно работать с числами в произвольную. Дело в том, что ходовые только двоичное, восьмеричное, с 17-ти ричное. Видите, четверичное не встроено. А все остальные, ну, вот, либо вот общим путем, а как выводить число на экран в соответствующей системе числения, я не знаю, есть ли оно в стандартной библиотеке вообще. Но написать никаких проблем. Так, а теперь давайте сами разложим число на цифры. Опять же, жалко, что я не могу вам это показать на экране. А, зря стираю. Зря стираю, потому что я это же сейчас хочу реализовать. Ну, наверное, тогда на правой доске. Вот этот вот путь я реализую сейчас. Так, поехали. Значит, мы сейчас с вами... Да, лучше еще немножко протереть. Напишем программку на питоне, которая, собственно, добывает из числа цифры и собирает число в какой-нибудь произвольной системе числения. Хотя способ, стандарты, как я уже сказал, есть для этого. Но, тем не менее, вот нам дали строчку, мы хотим разобрать ее на... Ну, давайте, ладно, давайте просто разобьем число. Переведем число как бы в неизвестную произвольную систему счисления. Но единственная оговорочка. Цифры я буду добывать с конца последовательно. Вот я их с конца и буду распечатывать. То есть получающееся число по-хорошему нужно было бы распечатывать наоборот. Ну, я вот как есть буду делать. Итак, я считываю число с клавиатуры. Int, input. Дальше. Я буду продолжать. Сейчас не скажу, доколе буду продолжать. Но что я буду делать? Я буду добывать цифру. Digit равно. Согласно схеме Горнера, цифра, соответствующая, будет чему равна? А, я забыл вот что сделать. Я забыл выбрать основание. Base равно... А любое? Любое основание сюда вписываем. Ну, соответственно, base равно там условно 7. Пожалуйста, вот вам основание. Система счисления. Значит, короче. У меня будет что это такое? Это добывать надо из числа х методом взятия остатка при делении на основание. Процент является как раз выделением остатка. Понятно? Ну, все таким образом я добыл последнюю цифру. Значит, дальше я могу с этой цифрой что-нибудь сделать. В данном конкретном случае я ее только распечатаю. Но у меня есть некоторая тонкость. Я не хочу, чтобы эти цифры печатались каждая на новой строке. Я не хочу, чтобы принт каждый раз переводил каретку. Что я сделаю? Я воспользуюсь вот такой вот возможностью. Именованный параметр у функции принт. End равно. И поставлю рядом две кавычки. Именованный параметр end управляет принтом. Что ему печатать в конце? Если я хочу, чтобы там ничего не было, то я ставлю туда просто вот так. Могу, чтобы он в конце печатал пробел вместо перевода каретки. А если я хочу, чтобы он печатал три перевода каретки подряд, то я могу написать косая n, косая n, косая n. Но поскольку перевод каретки является невидимым символом, а мне как-то его надо сюда написать, то есть специальная кодовая такая комбинация. Экранированная буковка n. Перевод каретки считается. Понятно? Ну, я в данном конкретном месте хочу ничего, вот пустоту. Чтобы они у меня подряд писались без пробелов. А теперь очень важный момент. Но подождите. У меня надо число x теперь изменить. Надо зачеркнуть в нем последнюю цифру. Как это сделать? Число, зачеркнутое последней цифрой, будет x разделить нацело на основание. И я сделаю это следующим образом. x разделить нацело на основание. Смотрите, как я это записываю. Разделить равно. Эта операция работает точно так же, как такие операции, как там x плюс равно 5. Что это такое? Это x равно x плюс 5. Что это такое? Это значит, что x станет равным старому значению x нацело поделенному на основании. То есть мы можем это прокомментировать, как зачеркнуть последнюю цифру. Это взять последнюю цифру, а это зачеркнуть последнюю цифру. Алгоритм понятен? Теперь вопрос, доколе мы это будем делать? Ответ. Да то ли пока у нас x больше нуля. Опять же, можно прокомментировать. Пока есть цифры, отрывай последнюю цифру, печатай. А, прошу прощения. Бери последнюю цифру и печатай, и отрывай ее от числа. Зачеркиваю ее в числе. Понятно? О, супер. Так, yes. Мы с вами двигаемся к однопроходным алгоритмам и довольно быстро. Стираем. Все. Значит, я раскрыл тему системы счисления. Если у вас есть вопросы, то у вас есть одна минута задать. Следующая тема. А? До чего? До конца? Печально. Выкинем ее, да? Как прекрасно. Ну, давайте тогда одну расскажу. Слушайте, ну, у меня, конечно, запланировано много. Я боюсь, что нам придется что-то выкинуть. Или в следующий раз взять. Так, ладно. Сейчас одну секундочку, не разбегайтесь. Значит, мне нужно рассказать вам коротенько про функции. Эх, нарушается логика. Не, ребят, давайте все-таки я сделаю классификацию. Дело в том, что уже люди столкнулись с этим в контестах, и мне нужно следовать. Значит, все-таки давайте однопроходные алгоритмы. Только вот обзорно. Однопроходные алгоритмы имеется в виду следующее. Есть алгоритмы, где нам надо обрабатывать одно число. Из числа мы получаем число. Было число, получилось число. Бывают алгоритмы, ну, или, например, из двух чисел одно, из одного два. Бывают алгоритмы, где у нас из числа происходит последовательность чисел. x1, x2 и там какое-то число, там, xn. То есть, ну, например, вот здесь вот я генерирую цифры, да, вот вам генерирующий алгоритм. Было число, стало последовательность чисел. Генератор случайных чисел. А бывают другие, где у нас была последовательность чисел, и мы из нее получаем число, как бы статистическую выжимку. Понятно? Так вот, конечно, бывают очень сложные алгоритмы, но есть такой класс алгоритмов, которые не требуют запоминать все числа. То есть, мне достаточно будет буквально нескольких переменных, чтобы обрабатывать всю эту последовательность. Не надо ее запоминать всю, понимаете? Как это делается? Представьте себе, что я уже сделал статистическую выжимку для n-1 числа. То есть, я получил, ну, давайте я назову только это дело y, да? Я взял статистическую некую выжимку для n-1 элемента последовательности. И у меня есть, соответственно, некая функция, которая по выжимке из предыдущей последовательности и новому числу, добавляемому к последовательности, позволяет найти новую статистическую выжимку. А теперь внимание! После однопроходной алгоритмы подсчет сумма произведения максимум. А сейчас, максимум у нас сегодня не входит. Сейчас. Или входит. Поиск числа в потоке и максимум. Максимум. И поиск числа. Итак, для пустой последовательности. А, да, ну, еще один момент тоже. Я должен как-то назвать вот эту переменную, которая будет означать статистическую выжимку. Подсчет будет n, сумма s, произведение production, максимум m, поиск числа f, флаг. Так, соответственно, для пустой последовательности подсчет чисел начальных, то есть, чему само значение стат выжимки равно? Оно равно нулю. Сумма нуля чисел, ну мы можем сказать, на самом деле это абстракт, что это значит сумма нуля чисел. Что с чем складываем? Она ничему не равна. По-хорошему. Но мы можем доопределить ее нулем. Произведение нуля чисел чему равно? Тоже ничему. Но я вам поясню, что можно дополнить его считать равным единичке. Так, а теперь, собственно, переход. Давайте для максимума и для флага сейчас вопросиками оставим пока. Значит, а теперь, собственно, переход. Как мы переходим? Оказывается, ну тут математическую можно записать формулу, но я сразу на языке программирования пишу. Когда у нас очередное число пришло, то я пишу n плюс равно 1. Когда я суммирую очередной x, то есть здесь число, не важно, чему равен x, важно, что он есть, плюс 1. Да? Плюс равно 1. s плюс равно x. То есть я каждый раз, когда число надо засуммировать, то я его суммирую к уже имеющейся сумме. То есть понятно, ну, было много этих слов, но вообще тупо досуммировать его. К произведению домножить на... Ну и очевидно, если бы я вписал начальным состоянием произведения 0, то все мое накапливающееся произведение все время домножалось бы на 0, я бы ничего не получил. Понятно? А единичка, она как раз является тем способом начала, который позволяет дальше продолжить. Проблемы возникают с максимумом, потому что первое число должно всегда занять позицию максимума. Про максимумы мы обязательно еще проговорим. Я прям себя отмечу и проговорю про них отдельно. Значит, но я могу записать математическую формулу. m равно большему из старого максимума и числа. Можно даже так себе представить, что у меня как бы некий постамент, на котором стоит текущее наибольшее число. Пьедестал. И вот пришел человечек новый, новый x из последовательности. Он говорит, а если вдруг я больше тебя, то я тебя отсюда скидываю. Существует другой способ записи вот этой штуки. Его можно записать как если x больше m, двоеточие m равно x. Естественно, старое значение m долой. Понятно? Видно? Надеюсь, этот кусок... Не видно. Не всем. Ну и эту тумбу сейчас. Так, ну и поиск числа. Значит, для этого дела тоже есть формула. Я напишу ее вот здесь, справа. Значит, начальное состояние. False. Потому что в начале число в пустой последовательности нету. Его нету там. Но это еще, наверное, увидите. False. А формулу я напишу вот тут. Оказывается, можно тоже формульно, без if написать. Смотрите. А именно, вот этот f, как бы некий флажок или found, он равен чему? Старому значению found или, or, x равно-равно искомое число. x0. Искомое число. Ясно? И если я уже нашел, то или логический он мне уже, ну как истине, чем истина быть нельзя. То есть он уже, все, он уже будет истиной. Когда я прибегу всю последовательность, если хотя бы один раз был, x равный. И то же самое для какой-то проверки. x процент 2 равно-равно нулю. Было ли хотя бы одно число, делящееся на 2? Все, сейчас отпускаю вас. Так, ну что же. На этом я вам рассказал темы сегодняшние. До встречи на следующей неделе. С Богом! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ